всем большой большой привет и вы со мной а я с вами с вами еще и рика мы будем сейчас тестировать вот эту форму от китчен эта форма сделана в китае с антипригарным покрытием и она разъемная что тоже очень удобно с двух сторон нанесено это покрытие при том она такого толстенькая гладкая называется разъемная форма с замком сердца стоит целых 199 рублей фикс прайсе и конечно же нужно ее протестировать посмотреть нужная вещь или нет в хозяйстве потому что многие пишут что вот это покрытие облезает кто-то пишет ничего у них не облезла в общем форма разъемная сделана в китае стоит недешево поэтому сейчас с вами будем тестировать печь пирог с вишней рецепт ну супер простой мне кажется даже проще не бывает если вам нравятся такие кисло-сладкие пироги при том по ленивому рецепту то присоединяйтесь возможно заберете этот рецепт в копилочку с вишней у меня есть еще один очень удачный рецепт он простой называется цветаевский пирог или по цветаевски там уже вишни идет с оливкой очень вкусно получается и даже с клубникой оставлю обязательно ссылку под этим видео производитель рекомендует использовать пергамент подкладывать на дно формы меня постоянно выручает вот этот пергамент для выпечки именно для круглых форм осталось только помыть форму и будем пользоваться ну а полный список всех ингредиентов для этого рецепта вы найдете внизу как обычно под видео в инфобоксе и мне понадобится в этот раз мешочек наш волшебный мешочек с алиэкспресс ссылку на него я тоже внизу оставлю приготовим тесто я буду смешивать в мешочке вы можете смешивать в любой миске в которой вы любите вымешивать тесто тесто будет мягкое маслянистое одно яйцо пол стакана сахарного песка столовая ложка сметаны полную чайную ложку разрыхлителя добавлю сначала в муку два стакана муки нам понадобится и муку отправляем в мешочек и теперь нужно как следует вымесить это тесто а поскольку у меня мешочек герметично завязан я свои руки не испачку смотрите как уже там все перемешалось образовалось тесто но я еще немножечко помешаю для большей однородности и тесто обратите внимание постепенно скатывается вот в единое целое оно не прилипает к стенкам мешочка и потом легко будет его достать и мешочек вывернуть и помыть я помыла форму и не вытирал ее специально для того чтобы бумага вот этот для выпекания хорошенько там распределилась и прилипла чтобы она не выскакивала из формы и смотрите какое получилось у нас с вами тесто в мешочке вот он какой комочек ведь какое маслянистое мягко нежное тесто отделяем от него одну треть кладем обратно мешочек и убираем в морозильное отделение ну на 15-20 минут точно для того чтобы тесто замерзла а этот большой кусок распределяем по форме нам нужно выложить полностью донышко и бортики я буду использовать замороженную вишню я ее разморозила и обязательно следует слить сок ну а чтобы вишня у нас не потекла в пироге нам понадобится 2 столовых ложки крахмала пересыпаем вишню и перемешиваем выкладываем вишню на тесто сейчас самое время включить духовку на разогрев достаем замороженный кусочек теста даже если он не сильно замерз и натираем его на крупной терке вот видите какая должна получиться крошка практически вся вишня закрылась тертым тестом и убираем скорее в разогретую духовку будем выпекать приблизительно 50 минут при температуре 180 190 градусов у всех духовки разные смотрим уже индивидуально на верхах и вишнюю к Sparkle и яички на оге сах acids и оски басс États-1 основ не об tokит кипят сахари, сахари и сметану мелкозь и вкусно-сахари, сахари, 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 сахари и вкусно-сахари сахари обязательно охладите торт прежде чем будете разрезать и посмотрите какая красота тесто пропеклось на 100% вот это видно по всей толщине вишня превратилась в такую запеченную ягоду просто сумасшедшего вкуса и сверху посмотрите какая корочка из натертого теста песочного в общем это смешение сладкого с кислинкой обязательно приготовьте готовится просто элементарно 5 минут и вот уже у вас все в духовке 45-50 минут и достаете готовый пирог к чаю порадуйте своих близких ну а форма посмотрите не облезла ничего здесь даже нет намека ни на какие трещинки ни на какие дефекты осталось мне только помыть донышко тоже все в порядке и вы пишете что не можете установить донышко на свое место она выпадает вылетает здесь секрет вот в чем вот этой выпуклой стороной нужно вверх ставить вот так не вот таким образом как нам хочется привычным вогнутым положением нет а пупырышки должны быть направлены вверх вот это очень важное условие тогда все пазы встанут на свои места вот намертво все прикрепилось никуда не вылетает видите вот здесь все ровненько потому что если поставите донышко по-другому тогда оно действительно вылетает я тоже не сразу не с первого раза все это обнаружила но используйте конечно же бумагу для выпекания прокладывайте пергаментом и тогда все будет на пять с плюсом но если это видео испытания тестирования или рецепт вам понравились и были интересны ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие выпуски но я желаю вам конечно же здоровья и только полезных покупок с вами была марина канал тип-топ-тв а